МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звонок для учеников. В 33-й школе впервые прозвенел последний звонок для кадетов-пограничников. Финальный рывок. Будущие выпускники сдают единый государственный экзамен. Сотрудники госавтоинспекции открыли сезон охоты на нерадивых водителей двухколесного транспорта. Ну а теперь обо всем подробнее. Для выпускников большинства школ в этом году последний звонок прозвенел 22 мая. Уже в понедельник ребята, собрав всю волю в кулак, вновь вернулись в учебные классы, только уже не в свои, родные, чтобы проверить знания при сдаче единого государственного экзамена. Сегодня будущие абитуриенты написали работы по литературе и географии. Несомненно, выпускные экзамены – большой стресс для ребят. Надеемся, что стартовали они вполне успешно. Ну а подробно о самой процедуре сдачи ЕГЭ в следующем сюжете. В понедельник, 25 мая, в рязанских школах стартовала сдача ЕГЭ. В этот день школьники сдают экзамен по выбору – литературу или географию. ЕГЭ начинается в 10 утра. Сначала у ребят проверяют документы, они проходят через металлоискатель. Все запрещенные предметы, сумки, сотовые телефоны оставляют в специальной комнате. А с собой ученики могут взять только линейку и самый простенький калькулятор. Далее школьников ждут сопровождающие с табличками, на которых написаны номера аудиторий. При входе в аудиторию ребят еще раз проверяют паспорта и указывают на закрепленное за каждое место. Содержательная часть ЕГЭ претерпела в этом году ряд изменений. Из единого госэкзамена по русскому языку исключена часть с выбором ответа, сократится текстовая часть и по другим предметам. ЕГЭ по математике с этого года разделен на два уровня. Это базовый экзамен, где проверяется знание, так сказать, математики для жизни. Он предусмотрен для выпускников, не планирующих продолжать обучение в ВУЗе, либо для тех, кто намерен поступать на специальности, где математика не является одним из вступительных испытаний. Профильный экзамен по математике, соответствующий по уровню сложности ЕГЭ 2014 года, необходимо будет сдать тем выпускникам, которые собираются поступать на технические факультеты. Базовый ЕГЭ оценивается по пятибальной шкале, профильный – по стобальной. Еще одно новшество введено в этом году в ЕГЭ по иностранным языкам. Традиционный письменный экзамен дополнен устной частью. Сдавать устную часть необязательно, однако без устного экзамена нельзя будет претендовать на высокий балл за ЕГЭ. Письменная часть может быть оценена максимум 80 баллов, устная может дать еще 20 баллов. На устный экзамен ребятам-выпускникам будет отведено 15 минут, в течение которых им предстоит дать ответы на задания четырех различных видов. 22 мая в школе номер 33 последний звонок впервые прозвенел для учащихся класса кадетов-пограничников. В отличие от большинства выпускников, эти ребята с выбором будущей профессии уже определились. Учащиеся кадетского класса школы номер 33 на протяжении двух лет готовились к своему последнему звонку. Именно столько времени назад и был организован спецкласс для тех, кто решил посвятить свою жизнь делу военной направленности. Сотрудники регионального управления ФСБ посодействовали в организации кадетского класса. Ведь заниматься патриотическим воспитанием будущих защитников Родины необходимо с молодых ногтей. Я, значит, сейчас заканчиваю книгу «Пограничные права России». И обязательно там история пограничных войск связана с нашей Рязанской областью, в том числе с кадетскими классами, как раз, когда говорю о рязанских южных рубежах, Древней Руси и до кадетских классов в нашей Рязанской области, в том числе и 33-й школе. И поэтому, когда закончу, я, конечно, подарю эти книги этой школе, но и другим школам нашей Рязанской области. Все 11 кадетов 11-го Б-кадетского класса успешно вышли на государственные экзамены и практически все подготовились к поступлению в дальнейшую будущую жизнь. А пока они ее видят продолжением учебы в высших учебных заведениях. Три человека будут поступать в гражданские вузы, кто-то поступает в школу МВД, в высшую школу поступают, и 6 человек, ребят, поступают в высшие учебные заведения системы ФСБ России. Для тех, кто планирует служить в погранвойсках, решение учиться в кадетском классе было вполне осознанным. Сделал выбор, потому что хотел бы пойти по ступам отца. И также к отцу, с отцом работать, можно сказать так. Где работать? Ну, отец работает в ФСБ. И я хочу сначала погранный институт закончить, а потом, наверное, тоже в ФСБ. Куда будешь поступать? В Калининградский институт. Безусловно, научилась поддерживать других ребят, сплочению какому-то. Многому стрелять научилась. И строевой подготовки. Нас многому научили наши учетеля. Ты им благодарна за это? Конечно, благодарна. Ну, а поздравить ребят и пожелать им успехов в военной службе пришли сотрудники и ветераны органов безопасности. Теплое время года неизменно сопровождается жужжанием двухколесного транспорта. И также неизменно ростом дорожных происшествий с участием юных лихачей. Сотрудники госавтоинспекции в связи с этим проводят регулярные рейды, направленные на выявление и по возможности пресечения данного рода правонарушений. С приходом теплой погоды на рязанских дорогах резко увеличивается число людей, которые предпочитают передвигаться на двухколесном транспорте, мотоциклах, скутерах, мопедах или велосипедах. Рязанские госавтоинспекторы регистрируют массовые нарушения среди таких ребят. Превышение скоростного режима, маневрирование между рядами, обгон с правой стороны. Вот самые распространенные и опасные для здоровья мотоциклистов нарушения. Впрочем, бывают несоблюдения правил и похлеще. Например, езда без прав. Так, 21 мая на улице Московское шоссе был остановлен мотоцикл «Хонда» под управлением 28-летнего жителя города Рязани. Водитель данного транспортного средства отказывался предъявлять водительское удостоверение и документы на данное транспортное средство. Через некоторое время водитель предъявил необходимые документы, после чего было установлено, что мотоцикл «Хонда» не зарегистрировал в установленном порядке. Проблем с дорожным травматизмом добавляет и присутствие на дорогах молодых и зачастую неопытных скутеристов. Здесь нарушения похожи, как похож и результат – больничная койка. Нам в отделении доставляют чаще не с падения, не с велосипеда, а падения со скутером, с мотоциклами или какие-то столкновения. Вот это ежегодное количество больших больных поступает к нам, которые требуют длительного лечения. Потом у нас поступают переломы, черепно-мозговые травмы, переломы в основном конечностей. Вот есть черепно-мозговые травмы, сотрясение, как в самой легкой степени черепной травмы, ну и ушибы, и переломы бывают всякие ситуации, которые требуют, опять же, больших вложений и лечения длительного. Стоит напомнить, что езда на скутере или мопеде таит в себе не только удовольствие, но и ответственность. Скутер по своим техническим характеристикам способен развивать большую скорость, и не всегда подросток физически может с ней справиться. Об этом предупреждают медики. Также специалисты говорят, что до сих пор не все водители готовы видеть в скутеристах полноправных участников дорожного движения. Кстати, начиная с 2014 года водители мопедов и скутеров обязаны иметь при себе водительское удостоверение. Сейчас за такое нарушение предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Еще один видеосюжет с участием дорожных полицейских. В минувшие выходные в Рыбновском районе произошла трагедия, унесшая жизнь пятилетнего мальчика. Подробнее в сюжете. О том, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, говорится постоянно. Но все равно находятся люди, пренебрегающие разумными доводами о том, что это опасно и может привести к печальным последствиям. Вчера в ДТП по вине пьяного водителя под Рязанью погиб пятилетний ребенок. Авария произошла на втором километре автодороги Высокое-Житово в Рыбновском районе. 29-летний житель города Рыбное в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Киа Спектра, двигаясь со стороны села Высокое в направлении села Житово Рыбновского района, совершил съезд вправу по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля, пятилетний житель Рязанской области, скончался на месте ДТП. Его 24-летняя мать с травмами, ушибом головы обращался в УКБ города Рязани. Еще одна авария произошла перед пьяного водителя на регулируемом перекрестке автодороги М5 Урал с улицы Московское шоссе. Автомобиль Форд Фокус столкнулся с ВАЗ-2107 и Вольво с полуприцепом. Как поясняет водитель автомобиля Вольво, он двигался со стороны города Самары в направлении города Москвы на разрешающий сигнал светофора. Проезжая вышеуказанный перекресток, почувствовал удар в левую часть своего автомобиля. В дальнейшем было установлено, что 31-летняя женщина, водитель автомобиля Форд Фокус, находясь в состоянии опьянения, с травмой она доставлялась в травм-центр. Более тяжелые повреждения получил 53-летний водитель «Жигулей», житель города Москвы, который с черепной мозговой травмой и переломом костей таза госпитализирован в УКБ города Рязани. Следующая авария спиртным вроде бы не пахла, но, несмотря на это, ущерб соседям по парковке виновница ДТП нанесла существенный. В Рязанском микрорайоне Конищево женщина-водитель повредила 6 припаркованных машин. Инцидент произошел в воскресенье 24 мая около 17 часов. 42-летняя жительница дома номер 22 по улице Интернациональной последовательно врезалась в несколько стоявших у него машин. Управляя автомобилем Мазда 3, она помяла бока Пежо и Шевроле, на котором также повредила правое переднее крыло и фару. Слегка зацепила СААП и лоб в лоб въехала еще в один Пежо. Тот отлетел в припаркованный следом ВАЗ, который, в свою очередь, откатился в Хендай. Никто не пострадал. С женщиной в автомобиле находился муж. Он вышел после первого столкновения, чтобы вывести супругу из-за руля, но она продолжила движение по двору. После аварии ее виновницу отвезли на медицинское освидетельствование. Сотрудники полиции при силовой поддержке борцов СОБР в ночь с пятницы на субботу пресекли в Рязани деятельность подпольного игорного клуба. Из помещений полицейские изъяли 13 игровых аппаратов. Оперативники установили, что организатором игорного заведения является 27-летний рязанец. В ближайшее время в отношении организатора будет возбуждено уголовное дело. По всей стране продолжается борьба с нелегальными игорными заведениями. Так, например, в ночь с 22 на 23 мая сотрудники полиции МВД Рязанской области при силовой поддержке бойцов СОБР накрыли один из таких клубов. Полицейские получили оперативные сведения, что в Рязани в доме 20 по улице Быстрецкой организован подпольный игровой клуб. Заведение действовало только ночью в закрытом режиме. Проникнуть в подпольный игорный клуб могли только постоянные клиенты. Войти в подпольный игровой клуб оказалось не так просто. Полицейским пришлось применять специальное штурмовое оборудование. Внутри клуба удалось задержать подозреваемых в организации незаконного бизнеса, а также любителей азартных игр. То есть сколько человек хочет, ты накручиваешь на аппарат, да? Да, вот это один же кредит равен на одном дому. Сотрудники УМВД России по Рязанской области изъяли 13 игровых автоматов. Полицейским удалось установить, что организатором подпольного игорного клуба является 27-летний житель нашего города. На организаторов нелегального клуба будет заведено уголовное дело. Еще один материал от рязанских силовиков. Сотрудники регионального управления наркоконтроля провели крупную спецоперацию, в ходе которой ликвидировали организованную преступную группу сбытчиков наркотиков синтетического происхождения. Подробнее в материале Глеба Галушкина. На кадрах этого оперативного видео запечатлен момент задержания рязанскими наркополицейскими так называемого закладчика мелких партий спайсов в одном из дворов областного центра. А дальше на вокзале в Торговом городке оперативники госнаркоконтроля повязали прямо на перроне и организатора преступной группы. При нем обнаружили наркотики двух видов, пневматический пистолет и нож. Одновременно с этим задержанием прошли обыски в квартирах сообщников. Там оперативники нашли наркотики и банковские карты, применявшиеся в преступной деятельности. Выяснилось, что организованная группа наркозбытчиков спайса состояла из четырех человек, а ее главой оказался менеджер торговой фирмы. Наркополицейские установили, что молодые люди начали заниматься преступной деятельностью в конце прошлого года. Установлено, что в конце 2014 года лидер группы нанялся курьером-закладчиком в один из интернет-магазинов по продаже спайсов. И через некоторое время развил бурную деятельность. Стремясь увеличить объем избыта наркотиков и, соответственно, прибыль, он вовлек в преступную сеть ряд своих знакомых. Организатор получал бесконтактным способом криминальный товар и распределял его между сообщниками. Лично проводил инструктаж и обучение на местности закладки наркотиков в тайники. А также ввел особую систему конспиративного общения. Наркополицейские в ходе оперативной работы установили личности участников преступной группы и провели ее нейтрализацию. Всего у подозреваемых изъято 150 граммов запрещенных наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотиков» в крупном размере, организованной преступной группой. Решением суда фигуранты арестованы. В советском районе города Рязани полицейские пресекли работу по прошайке. Молодая женщина, просившая у прохожих деньги на лечение ребенка, привлекла внимание полицейских днем в минувшие выходные на улице Грибоедова. Полицейские для выяснения обстоятельств, которые заставили женщину заняться попрошайничеством, пригласили ее для беседы в отдел полиции. Там выяснилось, что дама проживает в Подмосковье, а в Рязань приехала на заработки. Выдуманная история про болезнь ребенка, по ее словам, приносит ей неплохой ежедневный доход. Кстати, свои дети у нее тоже есть. Они почти два года проживают с отцом в Подмосковье. Однако женщина лишена по отношению к ним родительских прав. На вырученные от попрошайничества деньги бизнес-леди снимает квартиру в центре Рязани. И, как сама признается, ни в чем себе не отказывает. По факту работы попрошайки сотрудниками полиции проводится проверка. Была задержана гражданка, уроженка и жительница города Коломна Московской области, которая занималась попрошайничеством. С данной гражданкой была проведена профилактическая работа, и она была привлечена к административной ответственности. В ближайшее время на территории района будут проводиться рейдовые мероприятия, в ходе которых лица, занимающиеся попрошайничеством, будут привлекаться к административной ответственности. И это все новости на сегодняшний день. Далее в эфире, как всегда, программа подробностей. Гостем студии стал Игорь Морозов, член Совета Федерации. Речь пойдет о старте предварительных внутрипартийных выборов кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Рязанской областной думы шестого созыва. Ну а мы с вами увидимся скоро на Рязанских кабельных. Всего доброго. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная эфир.